Шура, включи капу по краю доски, чтобы был смачный кук-кук с наглым матом. Сейчас чего матч такой? Просто Лига шахматных стримеров организовывает. Гран-при. Новый формат матчевый. Очень интересно. Так, ну, хорошо. Давай Ж4, Е5, конь Ф5. И на Ж6, по-моему, Ферзь А2 там правильно играть. Не Ж5, как я дернулся. То есть Е5, конь... А, он сразу А6. Немножко такой пассивный ход. Сразу ходит. Ну, может быть, чуть-чуть поменяем как-то так. Хотя ход А6 считается не лучшим здесь далеко. Интересно. Ну, давай так. Сюда. Попробуем. Этот ход. А если сейчас Е5? Ну, на Е5, конь Ф5, на Ж6, коня я буду отдавать, конечно. Там ЖФ, Еф. Интересные варианты. Если он пойдет в них, там жертва фигуры. Ну, открывается диагональ хорошая. Есть компенсация, безусловно. Безусловно, есть компенсация. Посмотрим, как Александр ответит. Конь С6 ходит. Ходит конь С6. Не знаю, был ход Е5 или нет. Конь С6, конь С6. Непонятно. Ну, давайте пока А6 защитим эту пешку. При случае... Ну, там, допустим, конь Ферзи Е5 мог пойти. И там пешка где-то провисает в вариантах. Теперь я здесь все укрепил. Да, я могу тоже спокойно развиваться, как и он. Могу тоже спокойно развиваться. Начинать свою игру. Там их 4. Как-нибудь туда, куда-нибудь. Конь Е5, конь С4, да. Грозит. Так вот. Так, а теперь А4 я не уберу, потому что он кинет. Он здесь 11 С4, слона на Ф1. Кинет, кинет, кинет. А ведь кинет же. Это может быть неприятно. Правда, если немного поменялось, я, наверное, могу с слоной Ф1 пойти. Может быть, он все равно может кинет Ф4. Допустим, пошел слоной Ф1. А, он все равно может Л-93, конь Е4. Да, Ж5 попробуем. Ж5, ух ты, как жестко. Жестко, как конь Е4. Типовой штицелианский еж. Давайте укрепим на него. Бухи Гарри Каспарова. Б5. Сюда. Время главное контролировать. Так, 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 так. Сюда, наверное. Ферзь А5, король Б1. Наверное, Ф4 буду подрывать это дело. Так. Ферзь А5 или А5? Такие всегда интересные разницы с позиции. А, пиццелианские. Он Б5 как-то. Острый очень. Хотя. И мы атакуем, и нас атакуют. А кто кого заатакует, покажет только время. Вот. Ну что, я думаю. Короля на Б1, 2 и А4. Там Б3 может тикнуть. Давайте сразу отойдем на Б1. А4 попробуем. Давайте. Так, какой-нибудь 5 он не боится. Пикнул. Как я обещал. Сону-6 может даже тоже буду бить. Не исключают вариант. Так, а Сону-6 я могу? Будешь ничего нет. А, Е5 там воткнет. Нет, Е5 не надо мне. Пока не берем, тогда дам. Ну, Ж5, Ж5, что-то я не то делаю. Что-то я потерял нить. Может, предложить Шуреншкой? Ж5 может пойти. Будем на А6 играть потом. Нет, не хочет. Снею. Ох, остаю. Вернул. Давай сюда ладью попробуем. Кстати, F4 там ход где-то. Стоя, как бы он F4 играл. А, тут висело, да? Ага. F4 нельзя было. Нет, это да. И время. Нет, что-то я потерялся здесь. Да. На D6. Так и так. Да, проиграл. Да, неправильно трактовал позицию. Абсолютно неправильно. Вот это B4, A5. Было не туда. 4-2. Пока проигрываем. Фицидианские мотивы, да, такие. Отвык я от таких ежей. Авантюрные. Тебя могут заматывать, ты можешь заматывать. Я наделал не туда. И жажь какой-то ход был бессмысленно. Надо было в Ладя-Ж8 пойти. Жажь было совсем не туда, да. Привет, Андрей С.Ц. Приветствуем Вадима, мастера. Всегда рады видеть. Так, сейчас с черными. Что играть Шурой? Он же опять пойдет D4. Вересова с ним больше не пойду. Еще раз Энглун попробовать. D4, E5. Потому что конь С6 мне тоже что-то не очень понравилось, как первая партия была. Он переходит в Каракан с лишним темпом. Как было в первой партии. Я там еле ноги унес. Поэтому я по сути только нужен. Нет, D5, не, я не пойду. D4. Конь в 6, D5 он придет в Ересова. Так что давайте Энглунд рисковать. Давайте Энглунд. D4, E5 только так. Хотя, конечно, D4, E5 это не панацея, конечно. Надо что-то более солидное. Д4, E5. Д4, E5. Д4, E5. Продолжение следует...